МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. 66 миллионов на профилактику COVID-19. Из республиканского бюджета выделены новые средства для борьбы с недугом. В ЖЭ-косметолог или доктор с дипломом против блогера-миллионника возбуждено уголовное дело. Стальная слава Дагестана. Кизлярские ножи получили признание в России и за ее пределами. В День оружейника расскажем о них подробнее. Сотрудников газовой компании в Дагестане подозревают в хищении 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает АИФ Дагестан. По предварительным данным, должностные лица Газпром Межрегионгаз Махачкала составляли фиктивные отчеты о продаже топлива и необоснованно начисляли долги жителям республики. Так они похитили более 186 миллиардов кубометров газа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Правительство Дагестана обсудили проблему с бытовыми отходами. Совещание в режиме ВКС прошло с участием гендиректора компании «Российский экологический оператор» Ильи Гудкова и премьер-министра Дагестана Артема Сдунова. Было отмечено, что есть необходимость реализовать федеральный проект по внедрению раздельного сбора мусора и приобретения более 26 тысяч баков для республики. На встрече также анонсировали строительство мусоросортировочных комплексов. Их планируют возвести в Махачкале, Дербенте, Кизляре, Хасавюрте и Сулейманстальском районе. Для этого из бюджета республики выделяются средства. В федеральную схему также внесены данные по четырем полигонам. Владимир Васильев провел встречу с представителями обувной индустрии Дагестана. Глава региона отметил, что в республике растет безработица. За последнее время количество нетрудоустроенных граждан приблизилось к полумиллиону человек. В то же время есть огромное количество вакансий, куда люди не хотят идти. Он привел пример ситуации с сезонными работами. В этой сфере сейчас нужно более 12 тысяч рабочих, но граждане не хотят идти туда, так как не созданы необходимые условия, не оформляются трудовые отношения. Есть и другие причины. Руководитель региона в связи с этим призвал представителей обувной индустрии работать прозрачно и платить налоги. Дагестанка с фальшивым дипломом работала в Москве косметологом. Прокурорская проверка выявила, что специалист никогда не заканчивала Дагестанскую медакадемию в Махачкале, как она утверждала. В УЗИ это подтвердили. В отношении блогера-миллионника Аиды Гаджиевой возбуждено уголовное дело. Как пишет звездный косметолог, именно так представляла себя девушка в социальной сети Инстаграм. Среди ее клиентов есть известные личности, такие как телеведущая Виктория Боня и другие публичные люди. Правительство Республики выделило средства из резервного фонда на закупку лекарств для проведения лабораторных исследований. В целях профилактики и устранения посредствий COVID-19 перераспределено 100 миллионов рублей. 66 миллионов выделяются Минздраву Дагестана для проведения медикаментозной профилактики и лабораторных исследований. Тем временем Дагестан уже получил первую партию российской вакцины от коронавируса. Она отечественного производства и поступила в инфекционную больницу. По словам министра здравоохранения Джамалдина Гаджи Ибрагимова, полученную партию планируется использовать для вакцинации медработников. А пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и COVID-19. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав России. Заболевшие будут ждать своих результатов анализов в спецбоксах на 2-4 места. При выявлении положительного результата они будут переведены в клинику для зараженных COVID-19. Какое место сейчас по праву может называться кузницей кавказских клинков? Жители горного края всегда питали теплые чувства к холодному оружию. Ценится оно не только на Кавказе, но и далеко за его пределами. Моя коллега Алина Багилова оценила красоту и изящество острых клинков, посетив один из самых крупных заводов по изготовлению оружия в Кизляре. Ей слово. Оружие дагестанца ценилось уже много веков назад. Будучи искусными оружейниками, они делали не просто надежные клинки, а настоящее произведение искусства. Подтверждение тому являются кизлярские ножи. Оружейное производство поражает своими масштабами и размерами. Нам удалось увидеть все технологические этапы и окунуться в необычную атмосферу, где невзрачные кусочки металла благодаря мастерству оружейников превращаются в настоящее произведение искусства. Все начинается с изготовления заготовок из металла. Они вырезаются из цельного стального листа. Из одного такого пласта можно вырезать довольно-таки много ножей. На этом же станьке выбивают заготовки для серийных дамасских ножей с кованых пластин. На данном участке происходит вырубка клинка при помощи штампа. Усилие при этом 160 тонн. Одним из важных этапов изготовления клинков является термическая обработка. Эту задачу решает муфельная печь, в которой под воздействием огромной температуры закаливают заготовки. Очень важно, что после закалки здесь не практикуют остужение закаленных клинков в воде или в масле, как делали это в традиционной кузне. Достаточно охладить их при комнатной температуре. Вот мы сейчас видим с вами процесс термообработки. То есть мастер наш достает металл, уже раскаленный из печи, и металл набирает уже конечную твердость. Раньше полировка изделий была очень трудоемким ручным процессом. Теперь с этой задачей справляются специальные машины. Здесь заготовки ножей приобретают глянцевый блеск. Благодаря сильной вибрации керамическим элементам происходит процесс полировки. Вы можете видеть результаты этой полировки, то есть зеркало. Это кованый нож. Мы оставляем элемент в ковке, чтобы люди видели, что это не просто из листа. Пожалуй, самой интересной частью является художественная мастерская. Здесь встречаются авторские ножи, изготовленные заслуженными художниками-ювелирами международного и российского уровня. А на клинках из дамасской стали вырисовывается неповторимый узор. Рукояти ножей выполняются из дорогих пород дерева и серебра. Черный ягод камень, это серебро, это циркония у нас. Ну, из таких заготовок мы делаем согласно эскизу. Размеры все остуды берется. Как закалялась сталь. Многие помнят название этой известной книги из детства. Закаленные кизлярские клинки знают об этом процессе не понаслышке. Современные технологии в сочетании с вековыми традициями дагестанских мастеров-вооружейников сделали ножи из кизляра брендом мирового уровня, достойно представляющим Дагестан на всех континентах. А надписью «Кизляр», сделанного России, по праву можно гордиться. В нашей ампулятории насчитывается более 500 разновидностей со всеми модификациями. Мы выпускаем как ножи для кухни, так и для туризма, для охоты. Есть и холодное оружие. И, кстати говоря, мы одно из немногих предприятий в России, которые получили лицензию на производство холодного оружия. Нас знают как в России, так и за рубежом, потому что мы поставляем свои изделия в Штаты, в Европу, в Китай. Кизлярские ножи – это не просто словесный бренд, а зарегистрированная торговая марка. К каждому ножу прилагается сертификат соответствия с голограммой, поэтому остерегайтесь подделок. Помимо того, что мы клеим голограмму на каждый клинок, также мы комплектуем каждое наше изделие гарантийным талоном. И хочу сказать, что гарантия на наши ножи пожизненная. То есть, если вдруг какой-то брак возникает в процессе эксплуатации, ну, всякое бывает, да, мы безвозмездно производим замену или ремонт. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ «Кизляр». В Каспийской флотилии более 150 семей получили ключи от новых квартир. В Махачкале полностью сдан один корпус многоквартирного дома для военнослужащих. В него заселились те, кто был передислоцирован из Астрахани, предыдущего места базирования флотилии. На сегодняшний момент готовится к заселению второй корпус жилого дома. Необходимо отметить, что все сданные объекты построены с учетом максимального доступа маломобильных групп населения. Везде установлены пандусы, обустроены широкие дверные проемы, смонтированы просторные лифты, а во дворе имеется детская площадка. В Кайкинском районе начал работу мобильный технопарк «Кванториум». Это передвижная лаборатория, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием для обучения школьников современной инженерии. Мобильный «Кванториум» будет выезжать в села Республики. В одной школе занятия будут длиться две недели. За один учебный год планируется обучить более тысячи дагестанских школьников. Во время занятий ученики будут использовать очки дополненной реальности, квадрокоптер, зеркальный фотоаппарат, 3D-принтер и многое другое. Улицу имени Героя России Тулпара Мусалаева открыли в Махачкале. В его честь также установили и мемориальную плиту. В торжественной церемонии приняли участие его родные и близкие, а также Герои России, прибывшие в Махачкалу в рамках патриотической акции «Вахта Героев Отечества». Улица станет одной из красивейших в городе, отметил на мероприятии мэр столицы Салман Дадаев. Ее благоустроят, обустроят здесь сквер и высадят крупномерные деревья. Напомним, уроженец Дагестана Тулпар Мусалаев погиб в автокатастрофе, в которую попал автобус с военнослужащими российской военной базы в Южной Осетии. Транспорт, следовавший по дороге Цхинвал-Ленингор, упал в пропасть. Тогда погибли шесть человек. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова